Послание святого апостола Павла к римлянам, 1 глава, 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Один стих. Нужно читать много, а на отдельных стихах останавливаться, и понимать внутреннее содержание его. Всегда ставятся четыре вопроса. Кто написал, когда, кому, для чего. Написал Павел в первом веке, написал к римской господствующей церкви, для того, чтобы люди, язычники, пришедшие из прежнего падшего состояния, исправились и были другими. И он приводит в историю мира, когда люди не знали Бога. И перечисляет далее здесь более 20 разных пороков. И называют, допустим, убийством. А убийство это и отравление, и сожжение, и утопление. Все здесь. Прелюбодие. Это измена во всяких видах. Это всякие плотские извращения. Это сегодня только придумают сердце, меньшинство. Это садомиты. Они проклятые, подлежат сожжению. Это другими словами называют, а святые запрещают это делать. Им одно название садомиты и проклятые. Сатана всегда противится Богу. Бог дал закон свой. Сатана свой дает. Мне звонят из Америки и неоднократно, и жалуются на их законы. Об этом говорит много Солженицын. Законы стали выше потребностей души. Вот если я сказал сейчас, что это садомиты, на мужеложников, меня завтра в суд привлекут. Они на меня подадут в суд и меня будут судить. Звонит Баптист и говорит, вот у нас человек спал при любодеянии, и мы его отмучили. Он пошел в суд, пожаловался. Суд сказал пресс-фитеру немедленно принять его, потому что это унижение человеческой личности. Иначе мы вам дадим 10 лет и обязаны принять. Вот почему против американского образа жизни так воюют мусульмане. И они в этом правы. Конечно, не военными действиями. Не заботились, не имели желания иметь Бога в разуме. Вот то, что с сектантами случилось в Америке. Одно извращение пошло. Они не заботились. Значит, эта забота должна быть постоянная. И помнить, что Бог всюду. Как раз осталась одна неделя до Великого Поста. Читается сегодня евангельское чтение о страшном суде. И помни только одно вот это событие, что будет суд, за все отвечать, и уже жизнь сразу изменится. Она другая будет. И этого делать нельзя. Написано, и этого нельзя. Помни день смерти, вовек не согрешишь. Даже смерть только помни. С чем ты уйдешь, какая будет после тебя память. Вот сейчас бы выстроить 40 человек, которые ушли из нашей общины. Ушли все с добрыми намерениями улучшить свою жизнь. Пока ни одного случая не было. И заранее, вот когда они надумали уходить, одни ушли тихо, другие смуту наводили, третьи угрожали, притом серьезно угрожали, через судебные инстанции лишить нас регистрации. И сказать, тебя уже сейчас ждет, вот туда попадешь, в яму. А ты вот уйдешь в сектанты. Вот этот полностью потолит в пьянце. Вот этот останется в разврате. Вот этот уйдет в мир. Они бы не поверили. Но это все случилось. А если бы они имели Бога в разуме, как бы они были благодарны? Где такая забота о каждом члене общины? Где можно только мечтать попасть в такую общину? Мы только думали, ну можно ли? Мы не нашли нигде ни одной церкви в союзе, чтобы можно было сказать, здесь соглашенные будут выходить, здесь торговли не будет, здесь будут только верующие, все в полное погружение крещеные. Мы нигде во всей стране не нашли такой общины. А потом узнали, что за границей нигде нет. А Господь дал такую силу Духом Святым, что она была создана. Не одному человеку данное, а всем. И ваши сердца на это откликнулись. Почему? Имели Бога в разуме. Те, которые пришли к нам в общину, это все до единого. Те, которые озаботились о своем спасении. А иначе он в проходной двор. В любой храм заходи, и никому ты не нужен. Пришел и вышел. Заботиться и иметь Бога в разуме. Ты знаешь, что дети, это не только радость, но это большая забота, ответственность. И вот при ходе дети не могут правильно креститься. До левого плеча руку не доносят, поклоны слабые. Вы видите, как их подправляет стоящие всю службу. Он один раз поклонится, второй уже не делает. Все время шевелит пальцами, перебирает заусеницы. И взрослые стоят так же. Некоторые. Поэтому и дети такие. А если бы ты имел Бога в разуме, это сказал бы, здесь совершается божественная литургия. Сегодня день напоминания о страшном суде. Чего ты спишь стоишь на службе? Перебирает пальцами, стоит ни суда, ничего нет. Ну напрягись, подойте слез пролей. Не имеешь Бога в разуме, отсюда вывод. Бог предает тебя. Ты Богу не нужен. И предал их Бог по стыдным страстям, превратному уму. Все, что в мире делается, это превратный ум. Он туда ведет. Ни одного, повторяю, ни одной заповеди, ни одного устава нет, который Бог дал, против которых сатана бы не воевал. Почему написано, и когда жене надлежало родить, напротив нее встал взмей дракон? Вы думаете, он поклониться пришел, как волхвы? Чтобы пожрать его? А как он жрет его? В житиях написано, какие это были драконы, их нет сейчас на земле. Толщина его полтора-два метра. Длина его пятьдесят метров. Представьте, такую улицу заполняет и ползет. И каждый день ему приносили в жертву, он глотал. Если не знаете, житие святого Георгия Победоносца почитайте. Притом это многократно. Но никто не скажет, что я жития не считал, потому что на пленке доказательство, что я один раз все-таки его прочитал. Если никто не может доказать Библию, считал ты, не считал, то я, по крайней мере, два раза докажу. На пленку начинал, потом на компьютер, от корки до корки. Поэтому ссылаюсь с сознанием дела, что сатана абсолютно всегда противится Богу и делает наоборот. Христос подводит итог своей миссии на земле последние слова. Итак, идите по всему миру. Проповедуйте Евангелие крестя, то погружая во имя Отца и Сына и Святого Духа. И ждите обещанного Духа Святого. А для чего? И будете мне свидетелями. Значит, пойдете в мир, обречетесь силой Духа Святого, будьте свидетелями. Запомните последний наказ Христа вызовет самое яростное сопротивление сатаны. Притом сопротивление это будет у него постоянное, ежедневное и через самых ревностных людей. Не против чего так не воюет сегодня церковь, как против проповеди. Я ссылаюсь на жития. Вот житие Святого Симеона Столпника по старому 1 сентября. Открой дома, почитай. Его очень сильно чтет православный церковь. Чтут. Что он сделал? Пошел проповедовать? Пошел апостольским путем? Нет, юноша, не знающий писания. Приняли в монастырь, он очень ревностный был, до дикого фанатизма. Он не знает, как Богу угодить. Да из таких людей, как говорят безбожники, гвозди делать. Он берет веревку, послали за воды принести. Он видит веревку, он веревку отрезал и вокруг тела намотал, а сверху-то ряска идет. Намотал так, что она все перетянула. Конечно, сначала зуд, потом отмирает тело, гниет. Братья слышат такое зловоние в храме, никто не поймет. Ну откуда такая вонища-то идет? И видите, из-под него черви выпадает, течет сукровица. Это каким надо быть садистом, сегодня сказали бы свое тело, так братья увидели бы, и настоятель ужаснулся, чтобы не отвечать за него. Они его и выгнали из монастыря. Никто не сел, не стал беседовать с ним. Семен, это Семен. И Сема, что ты делаешь? Это храм Божий. Да разве же можно так с тобой обращаться-то? Ну, сегодня заражение крови-то сразу было бы. А мертвение тела? Его изгнали. И он ушел. А дальше монахи напишут, это Богу угодно. Если это Богу угодно, почему нигде в Библии этого нет? Почему? Кто это все делает? Да это один проповедник, он бы весь в Восток обратил. Его можно было морить, день и ночь, он ничего не боялся. Его можно было с женщиной, не трещется. Он ходит по пустыне, не знает, что дальше делать, хотя явно, что человек потерянный. И, наконец, находит пустой колодец и прыгает в него. Какая его глубина, этого колодца? Метров 20. И наполнен он гадами и змеями. Змеи дохнут. Кое-какие-то успели убежать. От чего они? От святости. Конечно, монахи все напишут, что от святости. Или от зловония, от заразы, которая от него. Мы не знаем это. Да это же герой. Это человек страшной энергии. Потом он выходит оттуда. Все-таки вышел. Он не знает опять дальше, что делать. Где он достал железо, к ее цепи? Приковывает его к ноге, а другой конец приковывает в скале, как в фильме «Кукушка». Сажали снайперов, приковывали, девать тебе некуда, будешь стрелять. Финны делали так. Про него прослышал не кто-то, не мифическая личность, а учитель, отец духовный Иоанна Златоуста, Милетий, который его крестил, Иоанна Златоуста. Но мы можем доверять Милетию. Во имя его во всей Греции имена называли. Это узник за имя Христов. Он приходит, встал напротив Симеона и смотрит. Он имеет Бога в разуме, Милетий. Симеон имеет Бога в разуме. А кто же предает другим путем идти? И он смотрит долго на него, и потом как бы про себя говорит. Человек, который приковывает себя, он не волей приковывает, надо волей приковать. Этого было достаточно, он очень восприимчив был. Он тут же оторвал эту цепь. А вот теперь я сам буду стоять, никто меня не приковывает. Но почему ему не сел, Милетий не рассказал, дорогой человек? Ведь это находка для меня. Я какого мужества нашел? Он не спит на службе, пальцы не перебирает. Он делает поклоны, три тысячи земных поклонов в ночь. За одну ночь он считает Псалтырь, приходящий к нему посмотреть, сколько он кланяется, засчитал до полторы тысячи поклонов, и шея устала, и он не смог до конца застоять. Он славен на весь Восток, но он не знает, как Богу угодить. Он имеет Бога в разуме. Но иметь Бога в разуме надо иметь по Писанию. И он строит стол, башню. Она небольшая. Сначала он пять метров поднимает. Молва пошла. Собираются святые отцы, и они не знают, от Бога это или не от Бога. Не один. Оказывается, понятие Евангелия, а на козле Христа намертво исчезло в церкви четвертого века. Это четвертый век. И они тогда решили, как узнать? Да просто откройте Евангелие, дорогие святые отцы, и скажите, Сема, свеч, иди рядом мусульмане, к нему арабы приходят, иди проповедуй, там Магомед скоро родится, два века всего осталось-то. Ничего подобного. Они решают его испытывать монашеским методом. А мы придем к нему, подсырных пошлем, да еще, чтобы одетые в митрах были, и скажем, Сема, слазь оттуда. Если он слазить будет, значит он послушный, тогда не надо, пусть сидит. А если упрется, стащить его оттуда. Да разве это метод? Они так и сделали. А у него и смирения хватает, он чтит-то церковные чины, и он сразу на лестницу на огонь и стоп. Это нам сказали, дальше не надо, залазь обратно. Ему помогает строить, теперь строит уже 10 метров в высоту. 15 метров башня шатается. И никто не знает от Бога или нет. Это состояние тогдашнего народа церковного, тогдашней иерархии. Имейте Бога в разуме. И предал Бог. Что? Дальше начались войны между христианами, католиками, православным и по сегодняшний день. Это не просто фраза. А это лозунг. Это программа. Имейте Бога в разуме. Не будете думать о Боге, предать Бог постыдным страстям, превратному уму. Ум есть, а ум злой будет. Имейте ум, это не все. Кончите институты и будешь злодеем. Вы не думайте, что Ленин был глупый или Гитлер. Это были очень умные люди, стратеги, мыслители, философы одновременно, любящие свой народ до самозабвения. И готовы убить 90% населения, чтобы 10% привести к своему земному царству. Иметь Бога в разуме надобно. Я вас очень прошу смотреть за детьми. Видно, что вы дома поклоны не делаете, дети не могут кланяться. Это первая ступенька, кланяйтесь с детьми. Утром 100 поклонов, это 7 минут, всего 7 минут. Понимаете? Вы все потеряете. Ребенок, православие, не умеющий, кланяйтесь, он больше ничего не будет уметь. У нас хоть немножко что-то где-то захватит, а больше-то ничего нет. Приучите хотя к этому. Привейте к ним старообрядческий страх. А на этом страхе приведется тогда легко Евангелие. Мы имели этот страх и знали, что такое поклоны. В конце концов, Бог вывел меня на прямой евангельский путь. Слово Божие говорит так, 3-я книга, царь, 4-я 20-й день. И дал Бог Соломону разум. Ответ, кто дает разум? Бог. К нему и надо взывать. Господи, как выходить перед народом и заходить, как заходить в церковь и выходить из нее, чтобы не быть соблазном. Я положил крест священнический. Ну и больше ничего у нас нет. По иконам у нас не хватит. Приложить. Уже тут вижу, ритуал устроили. Уже назначили 5 минут держать, если глаз больной или где-то вроде какая-то энергетика, хоть слова эти не говорят, а я знаю, куда идет. Только приложить. Для того, чтобы мысленно вознестись на Голгофу, чтобы мысленно к Богу. Это прямо начинает уже кидал-поклон суслоняться. Не надо фетиш из креста устраивать, я его заберу, он мой, если так будете делать. Прислонился, приложил к больному месту и все. Нам это разрешается, это с разрешения епископа, священника, у нас разрешается как к кресту животворящему прислоняться. Там ни мощей, нет ничего. Повторяю, что этот крест, есть мнение, принадлежал священнику, расстрелянному в годы репрессий. Через этот крест прислонения его люди исцелились, я знаю, от каких болезней. Готовили к операции, варикозное расширение, ног, другие. Причем, исцеление было буквально в один день. Имейте Бога в разуме, не крест, который лежит на столе, а Бога, который послал на землю Сына Единородного Иисуса Христа. Просите, чтобы разум был чистый. В молитве надо говорить, Господи, дай мне разум чистый, святой, освященный Духом Святым, облагороженный добрыми делами. Книга Ио 5, 17. Блажен человек, которого разумляет Бог. И я хочу быть блаженным, Господи, разумляй меня в постоянном. А в разумлении это означает и обличение. Как хорошо, когда есть друзья, которые обличают, которые ничего не скрывают. Друг не тот, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Я вот так размыслил, если бы не открыл, Господь, кто такой Давид, я бы его в храм не запустил. А зачем он нужен здесь? Прелюбодей, лукавый, хитрый человек. Он в коридоре бы стоял, но я бы не запустил даже. Может быть, в коридор, а там на кухне стоял. А потом, если я узнал, что он убийца еще, я бы в ограду запретил ему приходить. Я просто говорю по нашим порядкам, как есть. Но благословен Господь, что дал ему пророка Нафанов, друзья, который не боялся, пришел и прямо сказал. И Давид мгновенно раскаялся. И мы знаем Давида не блудника, не убийцу, а знаем раскаившегося грешника, который написал чудный псалтырь и зрек множество пророчеств о Христе. Это значит, иметь Бога в разуме надо было Нафану, чтобы вразумить того, кто потерял Бога в разуме. Он тебе Бог многое дал, и ты все это забыл. Ты забыл Бога поставишь у тебя, Давид. Вот что нужно сказать. Люди, которые у нас ушли, они забыли Писание, забыли Бога истинного. Они ничего больше не получили. Цените, что имеете. Благодарящий Бога. Псалом 49,22. Уразумеете это забывающее Бога? Человек, забывающий Бога, он не человек, а кто? Скотина. И когда я не разумел, как скот был, я пред тобою. И поэтому, когда я сказал, что Христос говорит, что вы гробы окрашенные, то это сказал евреям, которые знали Бога, у которых было внутри что-то. Они знали, они казались. Но когда люди не наученные в храм приходят, они скоты. И поэтому я сказал, тогда не кладбище, а скотомогильник. Как возмутились священники. С кладбищем они согласны. А со скотомогильником не согласны. Я до того удивился, а вам какая разница? Это все равно мертвичина. Но это же люди, не люди. Человек, не наученный Писанию, не имеющий Бога в разуме, не имеющий страха Божия, скот. Это однозначно. Так написано в Священном Писании. И Давид говорит, я был как скот пред тобой. Скот это черья. Я черья, не человек. Он себя плохой называет. Чего так за собственное достоинство бейте, когда его нет? Пророк Исаия 43.10. Чтобы разумели, что я и прежде меня не было Бога. Вот какого Бога мы веруем. Доказатель того, что Бог Троище очень мало в Священном Писании. Но я считаю, этот главный догмат, который должен нас содержать на высоте. Мы верим во Святую и насущую нераздельную Троицу. Ни одного слова доказать нельзя Писанием. Здесь мы просто доверимся Святым Отцам, которые в семь столетий доводили до блеска вот это исповедание веры. Верую во единого Бога Отца. Иметь Бога в разуме. Я православный. Я христианин православный. Я верую и исповедую единосущную нераздельную Троицу. Это значит иметь Бога в разуме. И, соответственно, не на поругание Богу, вести себя. 1 Иоанна 5.20 Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога. Значит, разум дает нам Христос, а назначение для того, чтобы познали свет и разум. Где свет? Свет из Писания. А разум где? Разум от Бога. Вот для чего Сын Божий пришел. Как нам не любить Христа, который дает нам свет и разум? Когда вы молитесь утром, сразу начиная молиться, перечисляйте всех, кого вы знаете. Чем больше вы будете перечислять знакомых, правителей, тем будет живее ваш разум. Чтобы не деградировать и впасть в старческий маразм. Вы все время тренируете память о том, Господь сказал об этом молиться. У нас уехали люди, они нуждаются в помощи. Такие-то болеют. И днем помолить за стол, и за стола, и все время вспоминать. И тогда ты ничем не будешь отличаться от молодых. У тебя и старость, и разум будет свежий, сочный и плодовитый. Послание к Римлям 3.11. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Иногда говорят, ну как никто? Я говорю, никто из священников сегодня на благовесие нет. Ну откуда ты знаешь всех? Никто означает почти все. Прямо, никто не ищет Бога. Ну искали же Бога. Ну ты-то искал, Павел. Ты говоришь, никто не ищет. Ты-то искал апостола. Он никто. Ну это капля. Как у нас было хиерея, тогда и говорят, а в России пробуждение, духовная жизнь, где вы это видели? Ну а ваше-то общение? Ну это же это не капля. Это молекула одна только. На общей-то массе-то. Да еще и разобраться. Мы-то может одна карикатура на истинных христиан. Все время надо учить, говорить. Песни сколько поют, наизусть не знаешь, а я подпеваю. Вот подпевалы нашлись. Ты все должен сам знать. Должен самостоятельно вести. Все будьте лидерами. Тем более ты ведешь свою душу в Царство Небесное. А у лидера должны быть качества не только привлекательности, но и решительности, и беспощадности ко всякому греху и разгильдейству. Не забывайте, что сегодня выборы. Президента, главы города, законодательное собрание и все время говорить Господи, помоги. Дай разум тем, кто голосует. А мы не голосуем, потому что мы христиане. Некоторые собираются идти, я еще раз напоминаю, вы очень многим рискуете. Придет к власти не тот, за кого голосовали. И он может сразу спросить, это в первую очередь. А во-вторых, за кого голосовать, он будет поступать не по Библии, а по своему разумению, что ему масоны подскажут. Я, я его не выбирал, сколько раз говорили, а вот это такое, я его не выбирал, я только за него молюсь, но, видимо, молитва не всегда доходит. А ты-то избрал, у тебя только одна горечь, я же избрал, а он что делает, он предвыборный программ и то говорил, а теперь вот то. Тебе не надо эти программы было знать. Ты знаешь, что все это для того, чтобы обольстить. Змея пришел для того, чтобы извратить, обольстить. Я Христа избрал. А как Христу вызывай, Господи, дай разума тем, которые будут голосовать. Дай разума тем, которые будут его утверждать. Дай, Господи, разума его советникам. Продлиться пусть мир на земле, чтобы нам от американских законов туда не надавливали. У нас все свои евангельские православные законы. Сыне уже, Китай, Индия, мусульманский мир, миллиард, без американских законов быть. А сегодня ребенка наказывать нельзя. Это все оттуда ползет. А Библия говорит, чаще наказывай его, чтобы последствия утешать. Не жалею розги, потому что она деньги стоит. Варух 2.31 И познают, что я Господь, Бог их. И дам им сердце, и уразумеют. Вот весь ответ. У монет с Богом нет связи. Повторяю, многократно, я имею некоторый опыт и знаю, больше всего разум поражает блудный грех. Ни пьянство, ни табакурение, ни наркотики. Блудный грех. Поэтому детей от этого греха берегите, блюдите, на одну секунду не оставляйте нигде. Мусульмане это понимают. У них девочку, идущую одну в городе, никогда не встретишь. Только это булум ходит. И при том бегом, и скорее опять нырнули за дувал, за всю непроницаемую. Иудеев 9.14 Ты Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода нашего. Иметь Бога в разуме это все время быть под Его защитой. Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня. Ты открылся нам, мы верим, что Ты равен Отцу, что Ты кровь свою святую пролил. Добавляй каждый раз к молитве что-то, и молитва Твоя будет удлинять. Тавид 1.12 Ибо я помнил Бога всей душой моей. Сыну наказывает, что все отступили, ходили на поклонение ложим богам. В другие места я пересекал Самарию и каждый год приносил десятины и жертвы. И такой сын у него Товия вырастет. Книга Тавид, она односюжетная, но очень прекрасная. Какой он наказывает, как Владимир Мономах в конце. Детям. Помните Бога, бойтесь Бога, страшитесь Бога, любите Бога, идите за Богом. У него на каждом шагу было Бог, Бог и Бог. Имейте добрый разум. Тавид 4.5 Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего, не чужого, нашего, значит, не богатство ты будешь ходить, не за человеком идти, не увлекаться прихотями, кого избрать надо. От этого ничего не зависит, он давно уже назначен. А это грех. Вчера звонит одна наша прихожанка, я вот одно и говорила, а она собирается идти, это же грех, какой непростимый. Никакого греха нет в голосовании. Мы просто даем совет, а совет дать, я имею право. Во-первых, не зависит от тебя, а потом, ты попадешь в очень щекотливые обстоятельства. когда придут в классе те, кто были противны этому, и скажут, ты тоже голосовал, ты как сторонник пойдешь вместе с ними. А это так и было. Второзаконие 8.18, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Оказывается, и зарплата, хорошее место, это тоже от Бога. Все, что есть, дыхание наше, в ноздрях наших, земля, солнце, жизнь, начало и конец, Альпа и Омега, все в нем. Помни Бога. Без Бога не до порога. Откуда-то же сказали это? Паразаконие 32.18, а заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Это упрек Израилю. Бог вел тебя в землю. На первом месте поставил, не поклоняйся чужим богам, люби Бога. Пошли сразу отдавать чиновей, дочерей за иностранцев, а там уже пошло все, как у Соломона. Они свои капища стали строить. Никуда не ходите умом своим и знай всегда, что Бог видит и знает. Солом 93.9. Насадивший ухо не услышит ли? И образовавший глаз не увидит ли? А если Бог все видит, все знает, больше ничего не надо делать. Ребенку только говори, Господь это видит перед Богом. Давай попросим прощения, чтобы у ребенка было реальное соприкосновение в молитве. Недолгие пусть молитвы будут, краткие. Когда идете в храм, неделю готовьте ребенка к храму. Это другая обстановка. Здесь благословения будут. Когда выходит священие, чтобы ребенок с трепетом принимал это благословение. Это на всю твою жизнь. Псалом 70-16 стих. Войду в размышления о делах Господних, о силе Господа. А чего размышлять, если не считаешь Священное Писание, да и в жизни не разбираешься. Экклесиаст 7-14. В одни благополучия пользуйся благами, а в одни несчастья размышляй, то и другое соделал Бог. Несчастье какое, над ней безбожья воля это. Хорошо у тебя все, как думал, получилось, молился. Да слава тебе, Господи. То есть все, что бы у тебя ни было, благодари Бога. Есть дети, благодарю тебя, Господи. Много детей? Много, благодарю. Мало детей? Какая причина, мало? Нет детей? Добровольно это или Бог не дал? За все благодари. Все, что Бог дает, все хорошо. Псалом 9-25. Несчастивый во всех помыслах своих говорит, нет Бога. Вот чем отвечает соберующий. Он постоянно делами своими повторяет, что Бога нет. Если Бог есть, зачем ты это делал? Те, которых сегодня будут выбирать, знают ли они Бога? Я грешный человек много читаю, все предвыборные программы, всех депутатов перечитал. И некоторых на несколько раз ни одного не нашел. И я мысленно прикидываю, а если бы я был депутатом, какую бы я программу выставил? Я бы ее выставил в одной строчке. Познайте Бога, примите Иисуса Христа как своего Спасителя. Молите Бога, чтобы даровал вам веру святую, чтобы вы находились в православной церкви, чтобы Дух Святой нами руководил. И в страхе Божьем, чтобы мы дошли до Старства Небесного, поставил бы Аминь. И моя программа кончилась. Аминь. 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 Продолжение следует...